ребят всем привет добро пожаловать ко мне на канал и сегодня вам покажу чудо машину о которой я давно мечтала это пара очиститель от фирмы board он очень такой миниатюрные очень красивенький сейчас буду вам рассказывать что идет в наборе я честно скажу давно о нем мечтала расскажу почему именно он покажу что идет с ним вот есть видите насадки насадок много есть чехол есть сумка для насадок идет вот такой вот кувшинчик чтобы воду заливать и вот это самое главное нас насадка именно пароочиститель которым буду я это называется сопла которая подает максимально сконцентрированный пар я мне кажется просто сделаю супер уборку потому что вот это сопла но доступно в такие места недоступные войдет дальше вот этой насадкой для полов и салфетка с микрофибры есть вот такие вот насадки щетиной есть универсальная насадка насадка щетка вот сюда мы в это отверстие заливаем воду закрываем крышкой закрываем это идет у нас держатель для шнура надеваем если что шнур можно компактно укомплектовать и не будет мешаться ребят ну а теперь начнем с уборочки начну конечно же самых труднодоступных мест это вот эти швы в ванной давайте попробуем и сама я вам покажу как я это делаю очень все удобно нажимаете на кнопочку и поступает из сопла пар вымывает все бактерии в чем плюс уборки пароочистителем во-первых он идеален для людей с аллергиями это максимальная гигиена уборки без химии забота об экологии на что допустим я обращала внимание при выборе пароочистителя во-первых мощность в ватах второе это объем бойлера в третьих давление пара четвертое это температура пара время нагрева большое количество насадок еще мне нравится наличие насадки швабры и самое главное это безопасно есть блокировка и авто отключения доступность покупки расходников тоже есть можно долить еще водичку в процессе это тоже классно я думаю что это лучший подарок на новый год вот я и диваны почистила ребят и почистила плинтуса они просто идеально белые у меня сейчас много чего можно сделать с пароочистителем я прям вот правда в восторге уборка вот когда генеральная уборка обязательно буду его доставать и просто вычищать все просто посмотрите на какого цвета эта тряпочка хотя часто мою диваны просто тряпкой все равно видите пыль грязь остается потому что дети это пыль это постоянная пыль ребят ну что я могу сказать я почистила все своим эти тумбочки почистила кровати посмотрите как чисто вот я именно для этих кроватей вот такой ткани диваны вы знаете у меня очень хорошо вот этим пароочистителем собирать пыль вообще мне я в восторге мне очень нравится прекрасно кстати забыла сказать в процессе вы можете долить воду если она закончилась это кстати немаловажно и говорю что это точно я вам скажу что это лучший подарок для домохозяйки на новый год а по моему промокоду скидка на весь ассортимент пароочиститель борт фирменном магазине где покупатели могут выбрать не только эту модельную любую другую по под их задачи ассортимент на любой вкус и кошелек ребят так что ссылочка в описании под видео на это чудо пароочиститель если хотите также чисто как у меня то пожалуйста мы с вами продолжаем влог ребят сегодня у меня супец бульончик мы кушаем бульоны с домашней курочки зульфия еще привозила мы ее разрубили на 4 части и варю бульон что 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 мама у меня пока мы сейчас сидели завтракали попили кофейку сырники делала погодка у нас что-то сочи пасмурная сегодня на тепло не холодно тепло сейчас посудомойку буду включать поставила стирать стирка каждый день такие насущие дела как бы не заканчиваются всегда они есть тимон у меня попросил с утра сегодня блинчики думаю ладно сделаю блинчики 100 лет девчонки уже не делал что как-то вообще я вам говорю руки ну и конечно же ужин ужин ребят готовлю на ужин у нас сегодня будет куриное филе меня мальчишки любят давно не делала значит куриное филе я отбиваю посолила у меня здесь мука и яйцо с сыром натертое вот такие красивые котлетки получаются потом я их перекладываю пустую чистую сковородку накрою немножко протушу чтоб совсем мягкие были очень вкусно мальчишки у меня прям обожают это мясо куриное а еще у меня пришел опять а сегодня день посылок пришла посылка от василька прям знаете сегодня это подымает мне настроение посылки за посылками сейчас открою василек тоже покажу вам что пришло ребят покажу вам пришел василек значит комплект белья у меня текстильная пододеяльник я взяла евро это и для мамы собрала взяла хочется ее как-то радовать взяла я его такой комплект у нее коричневая кровать и как раз будет коричневый комплект покажу вам мне так нравится как василек сейчас комплекты у них сумочках хорошо это все респектабельно вы даже на подарок сделать очень хорошо получается смотрите какая сумочка вот такая вот такой комплект белья евро но он обычный вот такого цвета как и сумочка дальше куме взяла второй раз беру в тот раз взяла подарила другим взяла вот такой плед не буду раскрывать он так красиво запакованную такой вот бежевый и вот эти сердечки они горят в ночи неоновым при неоновом свете так красиво это 200 на 240 дальше умея опять на новый год девочкам на подарок сезон покажу где девчачьи комплекты вот такой смотрите комплект это лосинчики такие вот красивые моднявые лосинчики и топик кумы дочка снимает лайки там всякими сидеть и на все там сидят я думаю что это прям такой костюмчик классный топик и это и заказала еще и у нее две дочки заказала им пижамки такой пижамки видите вот такие вот пижамки штанишки и такие вот кофточки тепленькие они такие знаете с начосиком чуть-чуть такие вот пижамы будут от тети оли на подарок так еще и взяла палать подождите что еще у меня полотенца сейчас покажу и набор вот таких вафельных полотенчиков новогодний золотом есть серебром так что ссылочка на василек внизу в описании ребят ну что у нас ужин уже сейчас решили у меня мамочка в гостях уже давно мы с ней вместе пока но завтра она уже домой как поеду ребята да и тема хочет бабушкой тоже поехать тема со школы пришел котлетку утром супчик кушает а у нас сегодня смотрите капуста красная с огурчиком решили селедочки макс принес вкусные киевские котлетки и решили пожарить картошки такой нагреваю до раскаленности сковородку мы любим но не мы не особо любим дети любят ребят чтобы она хрустящая была а чтобы она была хрустящая сковородка должна быть раскалена вот так смотрите видите вот так она должна шипеть и жарим картошечку мам ну чё как картошечку вкусную кушай я что не хочу кушать картошка зажибись зажибись получилось вкусная картошка еще грею у меня эти остались котлетки сейчас макса илюша пошел на баскетбол буду кормить ребят ну всем привет поближе не знаю даже с чего вам начинать я знаю что вы переживаете многим не пишут ребят огромное вам спасибо хочу сразу с этого начать на самом деле сегодня у нас что у нас или четверг мамочка у меня была почти неделю вот она знаете два дня дома побудете сейчас нужно анализы сдавать потом она у меня сегодня вот тоже она поехала домой ей тоже завтра нужно анализы сдавать стараюсь всеми силами и и поддерживать на самом деле я вот вышла я даже не знаю что говорить ребят на самом деле наверное если бы не обязательно перед тем я вам говорила что у меня есть обязательства как у обычного рабочего человека перед рекламодателями и мне конечно нужно выходить нужно себя собирать девчонки на самом деле я бы вообще никуда не выходила очень тяжело завтра будет ровно месяц как нету моего папы вот я опять видите я как только выхожу у меня я просто нету дня когда мы не рыдаем не плачем вы знаете сейчас вот такой такая стадия у меня принятие но я до сих пор не могу это принять у меня знаете моментами даже бывает что я вот забываясь мне бы я понимаю что мне нужно маму поддержать маме тоже тяжело и знаете моментами такое бывает что я забываю что папа нету мне хочется ему набрать вот я опять начинаю плакать мне вот последнее видео пишут 4 рыдаешь одна девушка написала ты не первая не ты последняя ребят я это все прекрасно понимаю блин помыла голову у меня волосы я это все прекрасно понимаю что я не первая что я не последняя у многих всякие судьбы это все понятно но вот так вот видите но мне тяжело не очень тяжело и выхожу хочу наоборот как бы позитив сюда какой-то привод поднести ребят но пока никакого позитива нету нету позитива целыми днями вот мама была все время я стараюсь ее поддерживать то я заплачу что она заплачет видео с папой я вообще стараюсь пока не смотреть если я вижу его лицо его улыбку его голос не так плохо ладно все девчонки простите пожалуйста что за мои эмоции но пока я вам говорю что я сейчас как раскаленная сковородка знаете только попадает вода и все я вспыхиваю у меня в душе знаете все разрывается пока я не могу вот так кстати хочу вот ответить на вопрос мне одна женщина написала и такой вопрос не за задала я прочитала но это не одна и нет там еще писали хочу сразу тоже ответить вот она написала вот так сейчас я процитирую как она написала что оль я не могу понять почему я просто хочу всем ответить почему год мама не перенесла операцию я вообще не пойму как она мужа не проводила ребят хочу рассказать немножко и невнятно рассказала эту историю страшную смотрите как это все вышло 14 числа у моего сына илюшки было день рождения на 15 число то есть на следующий день у мамы стояла по в планах операция то есть 15 ее с утра должны были прооперировать а 14 мы отмечали день рождения и утром 15 она мне пишет а я утром 15 должна была к папе ехать убираться приготовить ему покушать то есть на следующий день после дня рождения илюши 15 как раз я должна была к папе ехать и 15 должна была быть операция у мамы и и все это страшное произошло 15 мы поехали в обед мы ждали илюшу со школы приехали папа уже не было ну я имею ввиду что он уже умер вот вечером когда мы пришли в себя ну когда папу забрали когда вот это все случилось мы приехали домой я сразу начала звонить зав отделению больницы где мама лежала я с ним ну мы с договаривались общались я его знала зав отделением кардиологии и получается 15 вот папа умер мамы должны были оперировать мы позвонили сначала в 15 позвонили вечером чтоб типа я не знала как поступить я тоже думала что может нужно перенести операцию может что чтобы она может приехала попрощалась с папой вот мы сначала позвонили на мы хотели в 15 узнать как ее прооперировали потому что 15 должна быть операция в тот день когда умер папа вот мы позвонили на как называется регистратуру и нам сказали что мама не прооперировали в этот день 15 и и не прооперировали потому что до нее оперировали какую-то женщину и операция была очень тяжелая то есть они задержались хирурги и мамы перенесли операцию на завтра то есть не в день когда папа умер а на 16 число я начала звонить зав отделению и ему с ним советоваться я ему позвонила я буду так и так у нас такое горе случилось что нам делать вот ну рассказала может как-то снять ее с операции или что и мы с ним поговорили он сказал я вам как не доктор а нет я вам как доктор скажу если то есть вы представляете вот человек который мне задает вопрос вам тоже отвечаю вы представляете что такое операция на сердце то есть она уже готовая подготовленная мама рассказывала у нее везде трубки 15 числа на йодом вся измазана все она готова к операции и должны были забирать но так как задержали с операции перенесли на 16 на ранее утро у нее не было ни телефона она уже лежала в реанимации то есть реанимации и должны были оперировать она ничего не знала она была не в курсе я позвонила доктору зав отделением и он мне сказал ольга если вы не хотите второй труп давайте раз мама уже сдала все анализы раз она уже подготовленная раз она уже морально готова физически готова к операции не будем переносить операцию и 16 на следующий день после папиной смерти утром рано и и прооперировали вот так мы при это вот так доктор сказал конечно это вот такое стечение обстоятельств мы знаете вот в нашей семье мы все мы вообще от того что вот это произошло это вот какой-то вот знаете я не знаю это это просто я иногда думаю как так вот просто какой-то рок или какой-то вот знаете какой-то турец такое знаете вот сценарий на иной фильме не не придумаешь. Это был просто ад. Это был ад. Вы представляете, да? 16-го я, 15-го я, у меня папа умер, а 16-го мою маму оперировали. Я не знала, что с ней будет, как пройдет операция. То есть это было очень страшно. Вот, я вам объяснила, что, конечно же, мама бы, она, конечно, хотела бы и проститься с папой, и все. Но вот так вот, так сложились обстоятельства. Вы знаете, я маме говорю, вот, как-то мы друг друга успокаиваем. Я говорю, мам, ты понимаешь, что такое чувство, знаете, что папа ей свою жизнь отдал. Что ты, говорю, долго жила. У тебя двойное сердце. Твое и папина. Вот. Вот из-за этого так и произошло. Блин, опять я рыдаю. Ребят, я не хочу. Я знаю, что многие сейчас скажут. Вот она на камеру. Нет, совершенно. Я сажусь, просто рассказываю. Я это, знаете, как стараюсь сейчас избегать эту тему немножко. Ну, не то, что избегать, хоть немножко вот не плагать, потому что дети вообще в шоке. Вчера Илюша опять у меня вечером ни с того, ни с сего, как разрыдался. Говорит, скучаю под дедушке. Тема вообще бежит постоянно ко мне. Сейчас Тема просто в школе. Я решила вам уже записать этот ролик. На следующей неделе уже 40 дней воскресенья папе. Вот на следующей неделе поеду уже подготавливать кафе, заказывать все тоже. 40 дней же надо отметить. Ну, как? Не отметить? Как? Как это сказать? 40 дней. Ну, помянуть его нужно. Людей пригласить. Короче, вот такие вот дела, ребят. Очень пока тяжело. Пока вот правда. Я вот, знаете, вот у меня не было, да? Девочки пишут, что у тебя столько нет. Выйди к нам, расскажи, объясни. Ребят, я каждый день хочу сесть, записать видео. И вот я сижу вот как сейчас и рыдаю. Я пока очень в таком состоянии. Мне лень вообще что-то делать. Я через силу готовлю. Это вот мама была, благо, мне надо ее поддерживать. Детей кормить, муж у меня. Я себя заставляю, иду готовлю продукты, все это. Вот эти вот такие вот моменты, они же как никуда не уходят, они есть, их нужно делать. Ездила недавно, вот мне надо было свидетельство о смерти получать. Ребята, я вообще, блин, это никому не пожелаю. Правда. Никому я такого не пожелаю. Это такой ад. И маме говорю, береги себя, мам, мамочка, береги, потому что, блин, ну это вообще. Я понимаю, что, я вам говорю, что я все прекрасно понимаю, что я не одна такая, я не это, я не то. Ну вот так, видите, я вам говорю, что я всегда не любила, когда вот эти слезы какие-то вообще. Ну вот я сижу, видите, они сами льются. Потому что тяжело, очень тяжело. Очень тяжело, но я стараюсь, все равно я держусь. И, знаете, иногда вот лежу, думаю, столько всего как-то навалилось. Я еще очень сильная, наверное, ну женщина, наверное, не знаю. Я понимаю, что могло быть вообще что-то, вот смотришь иной раз какие-то фильмы, там не фильмы, даже просто какие-то судьбы. У всех же разные судьбы, есть вообще, даже думать не хочу, это все, все по-разному. Я это прекрасно понимаю. Ну вот так вот, девчонки, мальчишки, я надеюсь, вы меня понимаете, пока вот так. Кстати, купила книжку, которую вы мне посоветовали, сейчас я вам покажу. Это мне девочки написали в комментариях, Оля, возьми, купи. Девчонки, купила по вашему наставлению, путешествие души. Ой, это, знаете, Майкл Ньютон, это такой был гипнолог, он психолог-гипнолог, я так поняла, пока только начала читать. И тут рассказывается о том, что все-таки есть души, которые улетают с тела, что мы с ними обязательно встретимся. Мне хочется в это верить, правда. Я верю, что мы еще увидимся все, встретимся, дай бог не скоро, потому что все равно хочется еще все-таки дети. Вот видите, я не могу вам ничего такого отдельного, вот сижу как, ну вот я читаю эту книжку, сегодня мама уехала, сейчас, говорит, надо и дома пожить тоже. Жалко, переселяться она пока, говорит, ну как я переселю, там папин запах, там, ну куда, девчонки, пока, говорит, нет, пока она у себя, будет немножко там, здесь, буду ее забирать, сейчас внуков отправлю, по одному буду отправлять, пусть ее развлекаются, с каникулы начнутся. Так что, вот так жизнь, пока вот так, пока она очень тяжело, эта жизнь идет, правда, руки опущены, ничего не хочется, какое-то, знаете, вот какое-то получилось, у меня сейчас в душе какое-то обесценивание вот этого всего, но я знаю, что я соберусь, что у меня очень много задач, касаемо детей, конечно же, дети, это вообще, как двигатель торговли, вот, так что, ребят, вот вышла, рассказала так, я надеюсь, дальше будет получше, потому что пока вот так, вы меня простите за мои слезы, я понимаю, что вот это, нюни никому никогда не нужны, но пока вот так, спасибо вам огромное, что вы меня смотрите, я читаю все ваши комментарии, я вижу, какие истории у вас с болью, читаю и сопереживаю вам, что вы мне пишите, рассказываете, ребят, я правда, я все это вижу, и огромное еще хочу вам сказать, спасибо, что вы все-таки такие хорошие и добрые у меня, правда, я думаю, что сейчас буду чаще снимать, вот сейчас 40 дней, говорят, после 40, может быть, немножко легче станет, но не знаю, мне легче вообще не становится, ребят, вообще, особенно под вечер, прям, знаете, как будто нож в сердце кто-то втыкает, хочется его увидеть, обнять, ладно, не буду больше плакать, спасибо, что посмотрели, все, всем пока-пока, пока-пока, Продолжение следует...